Сегодня у нас Магнитогорский наш любимый цирк. Шоу называется «Экзотические животные». Вот по названию уже мне кажется, что будут всякие лемуры, попугаи, ну вот экзотические животные из разных Африк. Сейчас мы как раз это все с вами и посмотрим. Вы должны это видеть, а я-то знаю. Знаю что? Что наши российские цирки, а послесоветские, это изумительность. И это счастье, и это чудо, и это работа. Это не уничтожение, как это бывает, когда к вам приехал зоопарк. Там сложности. Не у каждого, но есть. Там животные неприрученные. Да, это бог их кормит, но здесь как кормят, это посмотрите. Сытое животное, оно и умное, и благополучное к дрессуре. Экзотические гости приехали в Магнитогорск. Причем гости бывают разные. Если бы я был бы не из гомо-сапиенс, я был бы в цирке. И мир посмотришь, а не будешь лапать свою лайву в своей зоне. И покормят на отвал. Не убегай, а действуй своими мозгами. Да еще и прихолят и прилелеят. Чего бы не жить то. Ну, так они живут и делают то, что мы не думали в природе. А зря. Мы не говорим по-человечески, но показываем свои мысли. Очень, очень хорошо. Да еще видим таких человеков, которые могут это сделать, но один на 100 миллионов. Вот это цирк. К слову, лучший в мире российский цирк. Ну, наверное, лошадки. Понял, спасибо. А ты где-нибудь видел еще вот такое умение, кроме Магнитогорского цирка? Где-нибудь такое еще видел? Нет. Тебе понравилось представление? Очень. Что тебе больше всего понравилось? Наверное, вот собаки и кошки. А ты где-нибудь видел еще вот такой уровень в Магнитогорске? Нет, нигде не видел. Будешь еще сюда приходить? Возможно, да. Мне понравилось представление. Что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось, как Декабрес начал ходить и лошадки. А ты где-нибудь видел такой уровень вообще в Магнитогорске, кроме Магнитогорского цирка? Нет, не видел. С лошадьями. А ты где-нибудь видел еще вот эти экзотические животные по типу дикобразов, там, лемуров? Нет? Нет. Ты будешь еще сюда приходить? Я почти каждый раз сюда хожу. Ого. Больше всего клоуны и кони. А вот как тебе мужчина, который потянул 320 килограмм гантели? Ну, да, было прикольно. Было круто. Будешь еще сюда приходить? Да. Ну, а пока мы видели братьев наших, не умеющих строить города и дороги, но живущих в идеале с природой, нам есть о чем поговорить, а точнее показать. То, что мы вам показываем, не умеет делать население из расчета 100 миллионов человек. Это естественно труд. Да еще и какой? К сожалению, мы пока не видим фокусников. Но не каждый может джонглировать, показывать и неоднократно свою мощь. Я имею в виду, есть соревнования по тяжелой атлетике. Но ни один не сможет это сделать на протяжении 10 минут. Вряд ли кто-то сможет поднимать трех человек, да еще и пройтись по канату. И точнее не сделает многократное сальто на веревке, используя свои замечательные зубы. Это сделает не каждый, но это и есть в шоу экзотические гости. И малость от себя. Такие чудеса видишь не каждый день, да еще и без каскадеров. Вот скажите, вот вам, вот то, что вы сейчас увидели, это еще, конечно же, не все кадры. Вы понимаете, там очень многое. Это вообще то, что я даже не видела, эти вот моржи, это вообще что-то фантастическое. Это высший уровень. Мне кажется, такого даже в Магнитогорске ни разу не было. Сейчас вот, получается, с 14 сентября по 13 октября вы можете прийти и сами это все увидеть в полном формате.